Привет, дорогие друзья! Это наша традиционная раздача, традиционных пенсий, традиционной поддержки старикам, которых встречаем на Донбассе, которым плохо. И традиционно выслушиваем их неспешные рассказы. Ну, надо же им кому-то их рассказывать, правда? 82 в декабре будет. Мне 83 пошел с 27 апреля. 27 апреля мне было 82. Ой, это жутко. Это было где-то ночью. Как встали вот это, стекла полетели сразу, все, я подхватилась, не знаю, что делать, кричать все во дворе, вот тут слетели все эти стекла. Я тогда, у нас же тут, этот, аэропорт рядом. Вот они с аэропорта и стреляли, и прямо вот по этим нашим, прямое попадание. Молюсь Богу. Не, бегали поначалу. Да бегали, и что там за подвал? Там, если попадет, да пребуют. Вот этот, а вот тут. Наверное, развиты. Попадала, да. И там, и то, и то. Это хорошая привычка. В детстве под кроватьями были, прятались. Вот это, вот так, и старость такая. Так куда же мне ехать? Наверное, никуда не поехать. Вот как, я сама с Белоруссии, с Бреста, там шесть классов закончила. Мама говорит, езжай до дяди Володи у Ровна, чтоб в кавхозе, как же, не осталось. А то будешь, это, и там, хоть, это. Ну, и я туда поехала. И там я годик поработала. Вот это я очень, все это, мне это все нравилось. Годик на стройке поработала. А после стали вербовать вербовщики тогда ходили на Донбасс. И мы, нас восемь девочек было в общежитии. Приходит вербовщик и говорит, девочки, кто хочет ехать на Донбасс? А я по консумольской путёвке. А я, а мы говорили, а что такое Донбасс? А это там, где добывают уголь. Куда? В Сталина. И поступили работу, да? Да, и нас третья проходка это была. Третья проходка сюда привезла на чайки на глубокую нас, шахту. Там нас сразу распределили по квартирам, а в общежитии не было, а в квартире нас к хозяевам по одному человеку. И всё. И мы стали работать. В общежитии после уже заселились. А после прошло время уже немного, мама с папой приехали. И так, здесь я, у меня вторая родина. Я её люблю. Люблю Донецк, люблю вот этот наш посёлок. А наш посёлок вообще как в лесу. Да. Жила в Славянске, у бабушки жила. Восемь классов я там дома, в Харьковской области, в Юнский район, закончила восемь классов. Попала я до бабушки в Славянске. Там изоляторный завод, мы там, моего летка, мы все с восемь классов там помогали. Всё было хорошо, в советской власти было классно. Как-то всё равно, мы то ли, я не знаю, ну весело было. Хочу, и не хватало такого, но всё равно, как-то весело. Я даже вернулась в советское время, а я не знала. Нормально было. Я же мы это и слова не знали. Вы что, какие сепаратисты? Что это за сепаратисты? Ну в Украине там всякие люди есть. Есть такие заядлые, вот такие, бандеры, а в основном там хорошие люди. Всё время сейчас нам крутит ролик, я отказываюсь добровольно от первого президентства. Ну Горбачеву показывает, добровольно отказывается. Плюнула, обычно я плюнула. Я вообще не знала. А я по костылём. Я взмахнулась, он вытекать стал. А что Порошенко? Порошенко не лучше. Не лучше. Порошенко. Какое-то вот отталкивающее. Вот глянешь на него. Вот как говорят политологи, что у нас в Украине сейчас нету такого человека на президента. Нет. Все продажи. Нет. Вот я слышу, нет. Ну какие переговоры? Я думаю, если идут переговоры, тут не должны что-нибудь бахкать. Не хоть говори, хоть не говори. А переговоры идут, а тут всё равно бахкаются, бахкаются, бахкаются. Надеюсь, что ждёшь, думаешь, может уже скажут, что уже договорились, уже помирились. Да-да, чертога. За то-то, за то-то, за то. Дай Бог всем дождаться нам. Вот этого хочется. Тебе снилось? Чтобы уже к концу жизни подходим. Принесли нам мир. Вот другой раз, проходите с миром.